И в завершение 2022 год станет рекордным для международного аэропорта Алматы, которым управляет и обслуживает турецкая компания ТАФ Airports Holding. Ожидается, что пассажиропоток достигнет 7 миллионов человек. Алматинский аэропорт, как региональный грузовой узел, успешно реализовывал проект мультимодульных транзитных перевозок между Евросоюзом и Юго-Восточной Азией. О том, каких еще показателей достигла самая крупная воздушная гавань страны, расскажет Харлыгаш Минаякова. Успешных результатов турецкая компания ТАФ Airports Holding добилась благодаря профессиональному управлению персоналу. Кадровый вопрос здесь один из ключевых. Ведь именно от грамотного подбора сотрудников и их слаженных действий зависит качество работы аэропорта. А это и обслуживание пассажиров, техники и обеспечение безопасности. У нас работают целые семейные династии. Их более 25. Есть такие, где трудятся представители третьего поколения. Молодых приглашаем на работу. Мы инвестируем в них, даем возможность совершенствовать свои способности и знания. Я хочу поздравить всех от имени аэропорта Алматы с 31-й годовщиной независимости Казахстана. Каждый казахстанец должен ценить независимость как главный праздник. Он символизирует силу, богатство и свободу. Сейчас в компании трудятся больше 2500 специалистов. Из них 20% молодежь. В основном они осваивают такие профессии, как агенты службы авиационной безопасности, по наземному обслуживанию пассажиров и перевозок по перрону. Каждая из них требует особой ответственности. Аэропорт уделяет большое внимание подрастающим кадрам и активно сотрудничает с Академией гражданской авиации. Мы тут проходим производственную практику. И помимо этого, аэропорт нам помогает не только в учебе, но и помогает нам реализовать себя и в творческих целях. ТАФ Ээпотс Холдинг, входящий в группу ADP, является оператором в 26 аэропортах мира. Чтобы увеличить пропускную способность воздушной гавани Алматы до 14 миллионов пассажиров, турецкий оператор приступил к строительству нового терминала. Карл Гашмина Якова, Алма Розбаева, Кинджи Амраев, Хабар, Алматы.